Очень важно всегда первые минуты, когда на площадке собраны такие мастеровитые, неуступчивые соперники, то, конечно же, первый акцент это начало, кто как поведет игру, быть внимательными, концентрированными. Обо всем мы этом говорим, до этого иногда у нас не получалось. Теперь я вижу, что именно с первых минут мы очень надежно работаем. Второй момент важный, это когда есть свои моменты, нужно их реализовывать, что нам тоже удалось. И, наверное, третье сегодня, над чем мы много работаем, это психология. Я видел, что соперник также мог отыгрываться, забивал нам голы, но мы психологически правильно воспринимали эту ситуацию. Готовы были работать дальше, не нервничали, не психовали, продолжали гнуть свою линию и работать по тем принципам, которые сегодня даются. И, конечно же, целостность команды очень важна, что каждый должен выполнять свою роль, каждый должен трудиться под тем заданием, которое у него есть, не выпадать. И вот эта целостность команды сегодня тоже была. Были тяжелые моменты, когда соперник имел такие ситуации, моменты, где мог забивать, и надежность вратаря, она тоже важна. Сегодня это подтвердилось, что выручи в нужный момент, и команда поднимает дух, дальше продолжает работать, и забивает голы, и тогда приходит результат. Наверное, мы на правильном пути. Сегодня мне важно, чтобы была целостная команда. Я это отмечаю, и поздравляю ребят не только с победой, именно с тем, над чем мы работаем, и куда идем. Это все правильно и надежно. И, наверное, мы заслужили сегодняшнюю победу. Я уже вначале сказал, что обе команды неуступчивы, мастеровиты, и где-то, наверное, присутствовала вот эта жила накала, где-то, может быть, какие-то не то что сильные грубости, но эта неуступчивость как раз в единоборствах проявлялась. Нужно быть спокойными, всегда знать, что закончится игра, и возможность есть пожать друг другу руки, не надо ни на кого злиться. Завтра будет вторая игра, все будет совсем по-другому, и нужно настраиваться именно на хороший матч и дарить зрителям хороший футбол. Больше какая-то, знаете, не то что суета, вот на грани риска мы играем, который таким соперникам не позволит никак рассчитывать на успех. И знаете, как вот есть игра, да, в целостности, мы берем игру, когда в игре происходят разные игровые ситуации, если команда сразу это чувствует, да, когда соперник, например, давит, создает и еще реализует, это одна история, когда действительно, ну, соперник сильнее тебя, и в каких-то игровых ситуациях она просто там преуспевает. Но когда есть ситуации, когда, например, если мы говорим о том, что контроль атакующих действий, и когда мы теряем, теряем мяч на ровном месте, и это происходит в последних играх очень часто, опять же, от, наверное, неуверенности, не хочу говорить, что это у нас связано с ответственностью, я думаю, что больше от неуверенности, от какой-то спешки, то вот именно такие пропущенные мячи, я считаю, в два раза сложнее психологически выдержать. Поэтому я хочу вот, чтобы вот именно объяснить это, да, то есть есть пропущенные мячи, но они разные. Когда это происходит из-за грубых, грубейших наших ошибок, то психологически очень сложно дальше игру контролировать. Надеюсь, надеюсь, что команда, которая сегодня получила в очередной раз вот эти негативные эмоции в связи с результатом, с результатом я больше, чем им доверяю, и знаю, что найдут ребята силы, найдут эмоции, чтобы все-таки сопротивляться все, что происходит за последнее время с нашей командой. Не могу сказать, что они не настроены, или как-то вот нету такого накала перед игрой. Вот каждый тренер, наверное, это чувствует. Нет, я вот все-таки в этом плане понимаю, что они готовятся к игре, они живут этим. Но игровая история совсем другая. Мы сейчас поговорили и сказали об этом, что если не сопротивляться, сдаваться и идти как есть, никто нас жалеть не будет. Ни завтра, ни дальше никто. То есть это будет продолжаться, и это приведет к краху, да, и к развалу. Но если мы начнем, каждый из нас в команде начнет себя требовать и повышать уровень ответственности своих действий, всех касается в команде, тогда у нас есть возможность однозначно, в связи с тем, что все-таки команда высокого уровня, поменять историю, что творится в последнее время. Я считаю, что все-таки тур продолжается, надо настраиваться, готовиться к завтрашней игре. И как коллега сказал, Евгений Алексеевич, что новый день, новая игра, другие эмоции, и по-другому надо уже подходить к этому. Однозначно то, о чем мы говорили и в раздевалке, и сейчас я озвучиваю. Если мы друг к другу не будем прислушиваться друг к другу и не поймем, в чем проблема, а это проблема каждого из нас, тогда будет сложно. А если это будет все уже на другом уровне и начнется вот именно командное действие, понимание командное, что нужно исправлять эту сложную ситуацию, то успех тоже будет не за горами.